Вести Ульяновск на телеканале России. Доброе утро. Смотрите в нашем выпуске. Число юных спортсменов растет, но тесно не будет даже в раздевалках. Проблемы Ледового дворца в Новоспасском решали на приеме у губернатора. Встреча прошла в онлайн-режиме. Роботы-сумоисты. Как сконструировать все спортсмены и победить в интеллектуальной битве? Дом научной коллаборации приглашает на занятия. В купальный сезон открыли ульяновские моржи. Кто первым вступил в ледяную воду? Семь школ региона капитально отремонтируют на федеральные деньги. Заявку на участие в программе уже сформировали. Разрабатываются проектно-сметные документации. В феврале следующего года работу продолжит. Отправят в федеральный центр еще одну заявку на обновление 50 школ. Другие темы строительного часа в материале Максима Бажанова. Вы финансируетесь в полной мере. Стабильность в полном объеме, да. А работаете плохо? Да. А что тут ответишь? Взяли на себя два объекта и оба провалили. Сроки сорваны. Готовность каждого чуть больше 70%. Один из них – детский сад в Сосновке. В нем, кроме стен, ничего. Даже батарей нет. Не сделана канализация, стены нет штукатурены, плитка не уложена. До отделки фасада и вовсе, как до Марса. Пока ситуация достаточно грустная. Я считаю, должна быть двухсменка. И в этом случае тогда объект может быть сдат. Организовывайте двухсменную работу. Персонал-то есть? Наберете? Да, конечно, конечно. Сделаем. Подрядчик обещает, до 25 декабря садик достроят. Чиновники верить на слово не собираются. Застройкой организуют круглосуточный контроль. Константин Викторович, давайте надо туда от нашего министерства представить человека, чтобы там буквально месяц пожил. Там надо с утра до вечера контролировать, потому что иначе мы этот объект сорвем. Это работает. Вот, например, другой объект все того же подрядчика – сельский дом культуры в Дмитриево-Помрязкино. Благодаря контролю в короткие сроки завершили монтаж наружных инженерных сетей, в здании протянули электричество, доделали кровлю. Стройка постепенно подходит к финишной прямой. Праздничное открытие запланировано на 6 декабря. Поначалу были нарушения по технике безопасности и технологического процесса. То есть были нарушения, но все поставили на свое место. В данный момент ведутся работы по отделке внутри помещения, по установке дверей, окон и инженерной сети. Единственный минус – из-за мороза озеленить территорию не получится. Эти работы продолжат весной, если сроки строительства продлевать больше не будут. Алексей Русских пообещал лично проверить результат стройки. Визит запланирован на первую декаду декабря. Максим Бажанов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. Пьяному не место за рулем. Боеводителям под градусом и массовые проверки организовали дорожные инспектора. За два дня профилактической акции задержано 33 нетрезвых водителя. Пять сели за руль пьяными повторно. Алкоголь и вождение несовместимы. Многочисленные эффекты, которые вызывают влияние алкоголя на организм, делают вождение и безопасную эксплуатацию автомобиля невозможным. По этой причине пребывание за рулем в состоянии даже легкого алкогольного обвинения запрещено и является преступлением. Мы призываем автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль. О жизни и здоровье всех участников дорожного движения. Дорожные полицейские напоминают всем водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В противном случае вы рискуете лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. Повторное нарушение, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является уголовным преступлением. Госавтоинспекция региона призывает граждан оказывать всяческое содействие в недопущении нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщив об имеющихся фактах по специально выделенной телефонной линии 8 84 22 736 736. Кроме того, сообщения можно передать по телефону единой системы экстренных служб 112. Сотрудники госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на информацию о водителях в состоянии опьянения. Просьбы и чаяния ульяновцев рассмотрел глава области. Алексей Русских провел традиционную встречу с жителем региона по личным вопросам. На повестке дня сразу несколько обращений. Каждая не терпит отлагательств. На встречу с главой губернии Рафаил Сулейманов уроженец села Сухая Терешка Николаевского района прибыл лично. Желание вернуться на родную землю в качестве главы КФХ заставило ульяновцев всерьез заняться изучением особенностей разведения крупного рогатого скота. Бизнес-план составил, ферма и кормовая база имеются, проблема возникла в выборе породы и покупке животных. Участие в программе «Агростартап» должно помочь решить этот вопрос. Она предусматривает получение гранта в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Мы будем помогать и консультировать. Далее вопросы звучали уже в режиме онлайн. Первый звонок из Новоспасского. Там количество юных спортсменов растет в геометрической прогрессии. Места в раздевалках «Фока Олимп» катастрофически не хватает. Ведь кроме хоккеистов и фигуристов в Ледовом дворце базируются еще две спортивные секции. Занимается уже более 150 детей. Вот у меня 8-го ребенок сам играет. Стал вопрос о нехватке на помещении раздевалок. Профильное министерство предложило вариант решения. Секция бокса перемещается в детско-юношку спортивную школу, которая находится на улице Мира, 25. Там за счет партнеров сейчас сделан косметический ремонт, закуплено оборудование. Оборудовать освободившееся пространство в Ледовом руководство «Фока» планирует в ближайшее время. Отчеты о результатах от главы Минспорта Алексей Русских ждет до 25 декабря. Звонок из Старомайнского района. Надежда на решение вопроса о комфорте пассажиров. Остановочный пункт на автовокзале в рабочем поселке Старая Майна не функционирует. В ожидании транспорта пассажиры мерзнут на улице. Не хватает остановок и в самом муниципалитете. Решить этот вопрос губернатор поручил ответственным лицам за три недели. Доложить мне в срок до 20 декабря об установке пяти остановочных павильонов. И до 1 апреля жду доклада по пункту ожидания. Также на личном приеме были положительно решены вопросы, касающиеся адресной помощи и работ по ремонту учреждения. Елена Тимонина, Вести, Ульяновск. В регионе завершается неделя национального проекта образования. В различных учебных заведениях устраивают дни открытых дверей, чтобы познакомить школьников с площадками дополнительного образования. Например, в Доме научной коллаборации готовят будущих биологов, 3D-дизайнеров и даже специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов. Здесь созданы все условия для ранней профориентации школьников по научно-техническим направлениям. Таким как робототехника, программирование и квадрокоптеры. Класс робототехники является одним из самых популярных. Здесь школьники сначала программируют, потом собирают, а следом тестируют роботов. Причем в боевых условиях. В день открытых дверей пятиклассники сконструировали механических сумоистов, которые сошлись на импровизированном татаме. Сами дети подчеркивают, такие занятия им непременно пригодятся в технологическом настоящем. Сейчас у нас 21 век, роботов много, ну и хочется хотя бы что-то знать. Еще я хочу программировать всякие программки, делать моды к играм. В Доме научной коллаборации раннюю профориентационную подготовку проходят сотни учеников из самых разных школ города. Возраст воспитников тоже разный. Азы программирования робототехники не только здесь постигают школьники с 5 по 11 класс. Ульяновские моржи открыли зимний сезон. Перед первым погружением в прорубь, разминкой и обливанием холодной водой. Так получается разогреть организм и подготовить его к купанию. Одним из первых в воду зашел Юрий Сапожников, которому всего несколько дней назад исполнилось 80 лет. Мы плаваем круглый год, честно говоря. Ну а сегодня лед настоящий, поэтому открыли сезон. Так вот символично, что первый день сияг замерзла. Вчера буквально плавали в открытой воде, а сегодня уже ледок такой образовался на сияге. Сегодня ульяновский клуб моржей насчитывает несколько десятков человек, и с каждым годом их становится больше. Костяк клуба составляют любители, но есть и те, кто в зимнем плавании уже десятилетия. За это время, за эти 10 зим я наплавала более 170 километров марафонского плавания, именно марафонского, в ледяной и в холодной воде. В день открытия зимнего сезона клуб моржей пополнился новичками. Традиционно именно они первыми заходят в воду. Далее прогноз погоды от ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Хорошего вам дня. Кто ж тебя убил-то, а? Никому не скажешь. Кино по выходным. Отлично. То есть ты даже и мысленно допускаешь, что это не я. А что бы ты думал на моем месте? Ну и супруга у вас, Дмитрий Тягиевич. Если бы у меня такая была, я бы сам кого-нибудь грохнул. Это не смешно. Отставить. Кого ты прикрываешь? Меня или себя? Просто хочу защитить. Меня убийцу слушай! Ты уже определяешь женщину. А ты что? Бежит мне, как Виктория! Запоздалая месть. Премьера. В субботу. В 21.00. На канале Россия. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем по области от минус 2 до 2 градусов. Тепла в Ульяновске около нуля. Атмосферное давление. Редактор субтитров А.Семкин